Всем привет! Это первое видео, которое открывает целый цикл игровых и околоигровых историй. Я буду брать важные с моей точки зрения темы, не обязательно новые, но, скажем так, животрепещущие, и максимально кратко и ёмко про них рассказывать. Разумеется, добавлять немножечко диванной аналитики и собственного мнения. Если вам понравятся, такие штуки станут постоянными. Поэтому, если действительно понравилось, ставьте лайки, комментируйте и всё-всё-всё-всё вот это. Сегодня будет история про то, как Valve вот уже который год гробит Steam и пытается усидеть, простите, на двух стульях. Они хотят, чтобы Steam рос и в нём было всё больше игр, при этом, чтобы всякого мусора было поменьше, а крутых игр, наоборот, целый ворох. Ну, то есть на одном стуле, простите, пики-точёны, а на другом понятно что. Давайте разберёмся, что за аддок там вообще происходит. Сначала был Greenlight. Него запустили в 2012 году, и главный посыл был, что игроки сами выбирают, каким проектам дать дорогу вот в это светлое будущее. Разработчики платили один раз 100 долларов, которые не возвращались. После этого можно было добавлять в Greenlight любое количество игр. А игроки должны были выступать в роли жюри, оставляя голоса за понравившиеся им проекты и выпиливая из Greenlight то, что им не понравилось. Все игры в Greenlight выстраивались по числу положительных отзывов. И если проект попадал в топ, ему давали зелёный свет и позволяли зарелизиться в Steam. Так должно было работать в идеальном мире. Но все мы с вами прекрасно представляем, как работает общественное мнение, если его никак не контролировать. Разумеется, начался чудовищный абьюз. Авторы игр всеми силами старались заполучить побольше голосов. Они обещали бесплатные ключи после выхода, агитировали на форумах и в социалках, покупали лайки у фермы, иногда обычные пользователи просто ради прикола выводили в топ заведомо неиграбельный трэшак, ну просто потому, что им так захотелось. В результате Greenlight превратился ровно в такую же гонку по накрутке голосов, как, я не знаю, как любой публичный конкурс в сети, когда побеждает не лучшая работа, а работа, автор которой там лучше социализован или не ленится заниматься вот этим карманным маркетингом. Авторы трэша за неделю запросто совершенно нагоняли на страницу своей игры немотивированных людей больше, чем за это же время на эту игру набегало нормальных пользователей стима. Ну и понятно, что трэшак пролезал вверх. В итоге, через все вот эти вот бастионы Greenlight'а за все время его существования пролезли тысячи абсолютно бессмысленных поделок. Они буквально хоронили под собой годные стим-игры, которые из-за этого хуже продавались, никто их не замечал, а авторы уникальных проектов просто выли от того, что не получают никакой поддержки от Valve. Valve такие пчсали репу и решили, что надо прикрыть эту вольницу и отобрать у игроков возможность голосовать, как они хотят. Плюс забацать Paywall. И, собственно, забацали. В прошлом году стартовал Steam Direct. Теперь вы платите те же самые 100 долларов, но уже за каждую игру. И без всяких препонов добавляете ее в Steam. Причем, если ваша игра зарабатывает 1000 долларов, то вложенная сотня вернется к вам на счет. Valve решили, что раз публикация каждой игры стоит денег, разработчики-шарлатаны постерегутся и не будут заваливать Steam своими вот этими вот программными испражнениями. А для хороших игр типа проблем нет, потому что они уж точно заработают свою 1000 долларов, и сотня вернется на счет создателя. Всего за год существования Direct'а число игр на Steam'е выросло почти на треть. Это к вопросу, что разработчики постерегутся. Ни черта. У многих трэшеделов есть бабло, и потеря сотни паксов для них не проблема. Ладно, и так сойдет. Из-за этого потока, вот простите, игровых фекалий, даже отличные проекты держатся на Steam'овской странице новых игр крайне недолго. Буквально пару дней. И этого недостаточно, чтобы нормально продаться или хотя бы запустить сарафан. В итоге никто не замечает нормальные игры, если у них нет маркетинга. И Valve вроде как говорила, что откровенный трэш и плагиат не пройдет. Но проходит. Не дало я плотненько очень следил за игрой Battlefield Arena. Это чудовищная китайская пародия на World of Tanks. С уворованными артами. Думал, что вот это уж трэшатина-то ни за что в релиз не проберется. Прекрасно совершенно пробралась. И уже три недели продается. Никуда она оттуда не делась. Плюс популярность иногда набирают игры, которые не игры вовсе, а какие-то однокнопочные фиговины, в которые добавлены Steam'овские карточки. В Steam'е есть целая армия людей, которые за ними охотятся. Потому что карточки можно использовать для увеличения уровня Steam'а, для кастомизации аккаунтов, для крафта значков и даже для выбивания скидок на некоторые игры. И недоразработчики этим пользуются. В Greenlight, если что, была ровно такая же ситуация. При этом Steam активнее продвигает в рекомендованном игры, в которые люди больше всего играют. Ну, казалось ли, все очень логично. Но шиш там. Люди активно фармят карточки вот в этих недоиграх и тем самым продвигают такие игры в топы. И нормальные игры, даже те, в которые люди тоже на самом деле много играют, в топы попасть уже не могут. Сейчас система с карточками немножечко поменялась. Чтобы карточки начали выпадать, люди должны наиграть в игру довольно много часов. То есть карточки якобы выпадают только в играх, которые популярны и так. Но вы же понимаете, что так это не работает. Охотники за карточками ботят не до игры, пока в них не открываются эти самые карточки. И дальше ботят уже сами карточки. И опять в топы пролезает трэшак и какой-то кромешный ужас. В результате трэшем сейчас завалено, ну, буквально всё. Ну, то есть Steam сейчас похож на какой-нибудь Google Play года два назад. Где ворох всего, но найти что-то приличное невозможно. Google умудрились поправить систему рекомендаций. Трэш там по-прежнему много, но он хотя бы не вылезает на главную и в топы разделов. А в Steam'е вылезает и регулярно. К чему это всё привело? С точки зрения бизнеса. А к тому, что талантливые разработчики уже несколько лет как не могут просто так выложить свою игру в Steam и начать зарабатывать деньги. Когда-то Steam избавил многих талантливых разработчиков от бремени издателя. Выкладываешь, зарабатываешь. А теперь, даже выложив что-то очень крутое в Steam, маленькие студии вынуждены опять искать издателей. Причём часто региональных, чтобы они, что называется, не знаю, налили трафла. То есть донесли до игроков в своём регионе, что вот, вышел крутой проект, надо идти и играть. И это, разумеется, сильно увеличивает расходы, уменьшает заработок разработчиков, а хороших игр в итоге становится меньше, от рэшака больше. Вот так обстоят дела на данный момент. И если с этим ничего не сделать, ситуация никак не поменяется. Ну, кроме того, что талантливые и независимые разработчики, у которых нет денег на маркетинг, чем дальше, тем меньше будут выпускать что-то в Steam. Что можно было бы сделать? Просто навскидку. Устроить нормальный заградительный paywall. Сделать стоимость публикации игры не менее тысячи долларов. Да, это отрежет разработчиков из бедных стран и в некоторых случаях заставит их искать издателя. Но это уж точно отрежет и большую часть трэшака. Но на это Вэлл вряд ли пойдут, потому что там народная платформа, мы открыты для всех, бла-бла-бла-бла. Можно сделать более жесткую модерацию. И это таки работает, даже когда поток игр в разы больше. Привет, App Store. Трэшака там много, но он глубоко закопан. Плюс нужно проводить мощные чистки и заранее обговаривать это в договоре. Представляю тебе соглашение об отношении. И, наконец, самый толковый, на мой взгляд, вариант, который у меня в голове сформировался после разговора с несколькими разработчиками и представителями бизнес-девелопинга. Надо вернуться к системе гринлайта, но видоизменить его. Сделать так, чтобы люди голосовали не тупо жамкой на кнопочке «нравится-не нравится», а рублем, то есть деньгами своими. То есть можно встроить в Steam свой кикстартер, но не простой кикстартер, а измененный. Люди платят деньги за добавленную в Steam, но еще не выпущенную игру. То есть, по сути, за уже готовый продукт. И деньги поступают не разработчику, а на счета Valve. Если игра набирает достаточное число продаж, там, например, тысячу, или даже лучше зарабатывает определенную сумму, Valve переводит деньги разработчику, а игра уходит в релиз в Steam. Если не набирает, соответственно, бабло возвращается бейкерам. И эта схема вполне могла бы сработать. Вопрос, пойдут ли на такой шаг Valve и вообще рассматривали ли они такую возможность. Система платного раннего доступа в Steam есть. И, по сути, то, что описал я, это всего лишь модификация этой системы. У нее есть свои минусы и свои подводные камни, но это могло бы сработать. Очистить Steam от трешака и открыть дорогу нормальным разработчикам в стимовские топы. В общем, поживем увидим, что сделают Valve. Потому что о проблеме они знают, только вот изменения вносят очень медленно. И часто не те, которые нужны разработчикам и нам, простым игрокам. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я их все читаю и на многие отвечаю. А пока, до встречи в следующей истории в самое ближайшее время. Пока-пока.